В общественной палате обсудили вопрос внедрения системы подтверждения качества российской продукции. Инициаторы заседания – правление организацией «Опора России» и некоммерческое партнерство «Опора». Мы уже не первое мероприятие проводим в здании общественной палаты России, но сегодня я его провожу уже как руководитель общественной палаты. Сегодня 70% потребителей недовольны качеством отечественной продукции. В данный момент оно находится на низком уровне. Это подтверждается малыми объемами экспорта и большой долей импорта. По мнению участников, именно создание системы подтверждения качества поможет улучшить положение в целом и выведет Россию на конкурентоспособную ступень. Ведь главной целью программы является продвижение российских товаров высокого качества как на отечественной, так и на мировой рынке. Немаловажно также повысить уровень доверия к производителям. На сегодняшний день в мировой практике страны, государства стараются максимально образом оказать поддержку своим производителям. Один из таких возможных путей стимулирования развития конкурентоспособности своей продукции – это вектор повышения ее качества. На начальном этапе для финансирования планируется использовать государственный бюджет, так как повышать качество жизни населения – одна из основных задач правительства. Система должна быть открыта для любого российского производителя. Получить знак качества можно будет лишь пройдя ряд строгих проверок и тестов. Выработка критериев оценки будет осуществляться представителями органов государственной власти. Это добровольная система, добровольная сертификация, которая позволит повысить рыночную ценность тех продуктов, которые в нее будут попадать. Концепция проработана до 2020 года. За это время предполагается полное формирование системы и ее поэтапное распространение на различные товарные категории. Общественная палата со своей стороны оказывает полную поддержку. Ведь основная идея концепции предполагает открытый характер и общественное обсуждение как достигнутых результатов, так и дальнейших шагов. Ежегодный отчет будет публиковаться в открытом доступе. Продолжение следует...